Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями. Ругаться – это нормально. Конфликты, споры в семье. Служить означает любить. Терпеть означает любить. Прощать означает любить. Это всё называется любовью. Правило номер один – уметь слушать. Правило номер два. Сейчас наоборот, какая-то психологизация всеобщая. Сегодня также мы разыграем семь билетов. Не ангмея, не ангмея, не ангмея. Всем привет, друзья! Это канал «Мамские ангмея». Канал о материнстве, честными словами. Если вы на нас ещё не подписаны, обязательно подписывайтесь. Мы будем вам очень благодарны. Сегодня у нас прекрасный эфир, потому что у нас не один, а два гостя, а ещё каких. Да, давайте я прям зачитаю. Это Марина Таргакова, Марина Замшерифовна, психотерапевт мирового уровня, автор книг и семинаров на тему семейных взаимоотношений и воспитания детей, почётный профессор Академии гуманной педагогики, президент общественного объединения «Разум.Лайф». Да, Марина Замшерифовна у нас уже была. А также её учитель Александр Геннадьевич Хакимов, общественный деятель, известный писатель, философ, психолог, мудрец современности, обладатель премии «На благо мира». Автор книг-бестселлеров по версии Эксмо «Эволюция сознания. Иллюзия и реальность. Эволюция красоты». Ух, выговорила всё. Добро пожаловать. Как ваши дела? Как настроение? Я рада вас видеть, Марина Замшерифовна. Спасибо большое. Я тоже очень рада. В прошлый раз у нас с вами был такой интересный эфир. Да, очень глубокий. Да, и сегодня мне очень волнительно вместе быть с Александром Геннадьевичем. И я в предвкушении этой беседы. Дорогие друзья, мы сегодня разыгрываем 7 билетов на форум «Шанрак». Это родительский форум, который пройдёт 9 мая. Мы расскажем о правилах этого конкурса чуть позже. Следите за нами. Я бы хотела поговорить сегодня о родительстве в целом. Поговорить о том, как же отношения мамы и папы влияют на наших детей. То есть взаимоотношения в семье. То есть как взаимоотношения мужчины и женщины влияют на наших деток. Если таким вот взять образ. Каков рассол, таков и огурец. Поэтому, конечно, ни для кого не секрет, что мы все родом из детства. И очень многие вещи мы просто несем как прекрасные, самые сокровенные, самые такие сердечные. Любовь, забота, вот этот запах мамы. И самые травматичные какие-то вещи мы тоже получаем в семье. И поэтому, конечно, какие мы взрослые, очень во многом влияет то, какое у нас было детство. И я думаю, для этого не нужно быть психологом, врачом, каким-то мудрецом. Это жизненный опыт. Он есть абсолютно у всех. И у каждого из нас есть разный опыт. И вопрос, как улучшить вот это всё. Особенно сейчас, когда температура во многих семьях, если градусник условно в семью поставить, то во многих семьях температура лихорадочная. И, конечно же, когда лихорадят родителей, это, несомненно, отражается на ребёнке. А родители лихорадят по разным поводам. Некогда. Вот жизнь настолько закрутила, что просто я знаю, я люблю ребёнка, но у меня времени на него нет. Мало того, у меня сил на него нет. Я просто ему даю там, я не знаю, айфон, ну пусть он мультики посмотрит, ещё что-то. Но я просто сама устала. Многие женщины такое говорят. А мужчины говорят, что у меня тоже нет времени, я просто как выжатый лимон. И вот два выжатых лимона, у которых растёт ребёнок, которому прямо сейчас нужно очень много витаминов любви. И вот если в выжатых лимонах очень сложно. Поэтому я думаю, что сейчас тема вот об этом по большей части. Потому что все любят детей, если спросить каждого родителя, они хотят, чтобы ребёнок был лучше, чем они. И они скажут, что они работают для него, и что всё, что они делают, это для него, для этого чада. Вот так люблю, но времени нет глубоко пообщаться. Вот в этом я вижу самую большую проблему современных семей. Ну как разрешить эту проблему? Хотела бы, на самом деле, на тебе. Ну, думаю, что мы сегодня не решим сразу эту проблему, но обсудим хотя бы, да, что это за проблема, откуда она вообще взялась, эта проблема. Была ли она раньше когда-то, и откуда она вообще произошла? Семья — это не проблема изначально. Это уклад цивилизации. Когда-то семья была в порядке. То есть у нас не читали какие-то древние писания, священные тексты, предписанные правила какие-то цивилизованной жизни, отношения мужа и жены, воспитания детей. И в чём разница? Глобальная разница в том, что сегодня мы рассматриваем семью как вот мама, папа, дети. В этом разрезе. Может быть, бабушка, дедушка ещё. А вот в тех традиционных, как бы глубоких традициях династий существовали. То есть было славное, сильное прошлое. Постепенно вот это ослабевает связь с предками, когда у нас некачественные отношения в семье. То есть нет великих людей в семье. Если мы хотим возродить семейные традиции, нам нужно возродить величие, могущество семейной жизни. Отца, матери, кто такие, да, создать их образ великий. Создать образ матери великий. Он же преславляется в священных текстах. Что после Бога поклоняетесь матери, Ману Самхита пишет. То есть какая величина, кажется, мать, да, вот в обществе человека. Какая ценность и долг мужчины, прежде всего, самый большой перед матью, не перед Богом. Перед матерью, потом уже перед Богом. В Коране говорится, рай под ногами твоей матери. Опять же про мать говорится. Священные тексты все сводятся к тому, что материнская любовь, забота, это самое чистое, самое возвышенное. И то, что дает силу, могущество, то, что дает нам разум мужскому, мужскому началу и чистоту. И мать – это бескорыстное начало. Вот что очень важно усвоить. Сейчас корыстные отношения, они проникают даже в близких отношениях, в семейных отношениях, между детьми, родителями, между родственниками. Часто недели от имущества, подают суд друг на друга. Вот мы видим сейчас такие процессы, они начнут доминировать больше и больше. Мы отчуждаемся друг от друга, даже в семьях. Мы не хотим больше поколительства родителей, мы хотим жить независимо от них. То есть у нас что-то нас разрывает, надо даже забраться в этом. Где же этот разрыв произошел? Мы же все очень близкие люди, на самом деле. Не только родственники, но и соседи, но и все живые существа включаются в эту категорию отношений в отношениях нашей жизни. Ну вот и можно об этом поговорить. Ну, раз мы говорим о взаимоотношениях внутри семьи, то внутри семьи бывают какие радостные события, такие конфликты. На конфликтах умные люди растут. Вот как правильно разрешать конфликты, чтобы вырасти? Потому что мы пришли к конфликту, это значит новый этап, мы должны его разрешить и вырасти на левел выше. Как правильно ругаться? А, как ругаться? Да, правильно. Ругаться – это нормально. Конфликты, споры в семье, иногда ссоры – это естественно, потому что там индивидуальности все. Это нормально, что может быть свое мнение какое-то, свой опыт там, молодежь. Люди старые, у них тоже разница в опыте. Есть разница. Важно не совершать оскорблений. Вот тогда можно сказать, что вот эти конфликты, они помогают нам развиваться, сближаться, понимать больше друг друга, услышать друг друга. Но если совершаются оскорбления, это враг любви. Оскорбление. То есть мы унижаем кого-то, оскорбляем, разрушается любовь. Тогда все самые основы подрываются семейных отношений. В основном с чужими людьми постепенно. Марина Замшарифовна, есть ли определенная формула? Вот у меня есть формула. Может быть, вы расскажете о своей какой-то формуле, как правильно разрешать конфликт и как правильно конфликтовать и ругаться. Возможно, для кого-то это сейчас будет каким-то странным разговором, но на самом деле так, да? На самом деле это так. У меня есть определенная формула. Я знаю, как ругаться. И при этом не оскорбить человека, не хлопнув в вере уйти, а выйти на новый уровень. Но я не говорю, что я идеальна. На минуточку. Для меня очень важно. Вот это такой осознанный конфликт должен быть. Не просто в чувствах. Я просто выражаю своё недовольство. А вот действительно сознание включить. Это раз. Второе, я точно знаю, что если один палец показывает на кого-то, три показывают на меня. И вот эти три пальца для меня. Что я сделала, что вот это случилось? Что я не сделала, что это случилось? И что я прямо сейчас могу сделать? Вот эти три вопроса, которые мне помогают решать конфликт. И такой маленький рецепт. Ну, сейчас новое поколение, все просто, просто практически 90% говорят о личных границах. Настолько, что где-то это уже даже от этого подташнивает, честно говоря. Потому что есть ментальность, где сложно соединить всё это с личными границами. У нас у казахов, ну, как бы, есть свой культурный код, да? И мы не можем следовать просто каким-то советам психологов, которые приходят извне к нам. Поэтому сейчас многие не терпят. Сейчас многие вот прочертили свои личные границы и не терпят людей, кто зашёл, вошёл, нарушил и так далее. И вот где здесь тонкая грань между терпеть, да, терпеть, и между служить в отношениях? Служить означает любить. Терпеть означает любить. Прощать означает любить. Это всё называется любовью, различные её как бы проявления. Хорошо. Если любовь ограничена, вот тогда проблема. Тогда вот есть тонкая грань, да, здесь между терпеть и любить. Вы говорите, терпеть — это любить. Есть жертвенность. Хорошо. Смотрите, есть терпеть и любить, а есть жертвенно терпеть. Тогда здесь какая грань? Как я понимаю, если я правильно понимаю, речь идёт об эксплуатации, да, что кто-то нас эксплуатирует. Возможно, и это, да. Мне терпеть приходится эксплуатация. Эксплуатация — это не любовь, конечно же. Любовь должна быть как бы взаимной. Любовь, если это любовь. Бывает любовь эгоистичная, бывает любовь невежественная, бывает любовь просветляющая, бывает любовь вообще сверх наших ожиданий. Это редкий пример в истории, да, когда есть настоящая любовь, и мы просто все не имеем, когда слышим об этом, что, оказывается, есть такая любовь, понимаете, мы видим её, вот она, есть такая любовь. А в основном любовь, ну, в невежестве сегодня. Мы не зная друг друга любим, ведь не успеваем даже узнать друг друга, но есть вспышка, вспышка вот этого вот молодого, молодых чувств. Страсть. Люблённость и страсть вот это, да. А затем мы сталкиваемся с тем, что, оказывается, мы не понимаем друг друга через какое-то время и не можем справиться с этим. Поэтому любовь подразумевает некое знание, как любить. Что это значит любить? Например, у меня нет любви к этому человеку, но я могу полюбить. Мы можем научиться любить. Вот древние традиции, я был удивлён, скажем, восточные древние традиции, в браке выдавали людей старшие, они могли даже не знать друг друга до свадьбы, знакомились на свадьбе или перед свадьбой, и браки состоялись, были крепкие. Почему? Они давали им знание, как учиться любить. Не в страсти, а вот в течение всей жизни, как строить постепенно вот эту любовь, не сразу. Они никогда не начинались с того, чтобы привлекаться сексуальными какими-то настроениями. То есть они через служение, через взаимную заботу, через свои вот эти вот функции природные, да, обмен, обмен. И в этом обмене заботы рождалась эта любовь, крепкая любовь. И в Коране это подтверждается. Там в хадисах, по-моему, говорится, что не любовь главная, а забота. Вот на чём держится вот этот рост, да, счастье в семье. То есть полюбить можно любого человека, если знать, как это делать. Если знать, как это делать. А вот у нас, опять же, да, есть определённые кризисы в наших отношениях, в долгих семейных отношениях, три года, семь лет и так далее. Зачастую семьи переживают эти кризисы. И вот, как вы говорите, не терпят, разводятся, расходятся. Как преодолевать эти кризисы? Ну, первое, что это привлечение, идёт влюблённость, потом идёт привыкание, когда вместе кончаются, да. Если изучить природу наших чувств, они привыкают к любым вещам. Вот хорошая, как бы, обстановка, но к ней можно привыкнуть, не замечать её. Вкусная пища, но можно к ней привыкнуть, и хочется чего-то другого. Вот любимый человек, и к нему тоже можно, кажется, привыкнуть. Есть привыкание. И вот когда наступает привыкание, тогда третий период, период введения недостатков наступает, ссор. Когда мы были влюблены, мы не замечали ничего. Мелочи для нас сказались, да. Когда привыкаем, эти мелочи становятся для нас уже препятствием. Маленькие, там, не соответствуются характеры, мы ссоримся, сильно очень ссоримся. Просто потому, что кто-то шаркает ногами, ходит по квартире, и меня почему-то не могут это терпеть. Или разбрасывают носки. Да, носки. Вот такие вот бытовые мелочи, скажем, не совпадают где-то. Мы начинаем ссориться. И если мы не преодолеем этот период ссор, то у нас будет основание. Ссорясь с характерами, будет развод конфликта. Вот тут нужно применить знание, как же всё-таки преодолеть этот период введения недостатков. Мы же любили друг друга. И увага на славянское слово. Увага означает внимание. Научиться внимательности. Теперь мы живём вдвоём. Я должен изучить её, а она должна изучить меня. Вот наша задача. То есть как внимательно слушая друг друга, не перебивая. Нужно просто понять друг друга. Вот эта увага, с этого только начинается уже как такой брак. Взаимность. Простая вещь. Техника слушания. В психологии многое об этом говорят. Это древняя ведическая формула, что цивилизация духовная начинается, одухотворение отношений, сближение, сослушание, шраванамс, санскритское слово шраванамс. Это первая ступень цивилизации. Если мы умеем слушать, нас уже будут любить все. Если мы умеем людей слушать, мы будем нравиться любому человеку. Вот если нас готовы услышать и понимать. Потому что самая главная проблема, что меня не понимают сейчас близкие люди. А я хочу, чтобы меня кто-то понял. Мы ожидаем это от супруга, от жены, от родителей, что они меня поймут. И вот этого понимания нет. И вот начинается с ошраванам. Умение слушать внимательно. Происходит чудо. Оказывается, мы даже не должны искать решение, а просто выслушать друг друга. В процессе этого выслушивания решение само проявляется. Оказывается, в сердце есть это. Просто затмевал гнев, эгоизм, обиды. И мы не могли найти решение. Решение внутри, в глубине сердца есть. Если просто меня кто-то выслушает, то у меня пойдет благодарность потом. Потом пойдет покаяние. Я сам начну признавать свои ошибки. Понимаете, происходят чудеса какие-то. Вот идут к священнику. А он просто слушает. Он не должен вас критиковать, обвинять, потому что он должен выслушать ваше покаяние. Как к Богу идете. Ну, это священник. Ты здесь говоришь своему супругу, к примеру, свои какие-то обиды, недовольства, какие-то там претензии. Он тебя слушает и говорит, соответственно, свои какие-то моменты. И здесь получается конфликт. То есть кто-то же умеет слушать, а кто-то не умеет слушать. Как быть в этих ситуациях? Учиться слушать. А давайте откроем институт слушания. И вы увидите, как это будет работать. Хорошо. Правило номер один. Уметь слушать. Правило номер два. Номер два. А, сотрудничать. Потом же вместе сотрудничать. То есть у семьи есть цель у брака. Пока мы решаем конфликты, мы забываем про цель. Главная цель установить конфликты, быть счастливыми. Хорошо. Установить конфликты. А дальше что? Цель должна быть какая-то. Что нас соединяет? Ради чего мы живем? Что мы оставим детям? Какое наследство? То есть, если мы разберем вот этот пласт, сейчас не изученный хорошо, глубоко, мы увидим, что наша роль отца и матери, мужа и жены оказывается великая. Мы духовные учителя для своих детей и потомков. Мы должны ставить глубокий след, создать династию, линию, если мы установим высшую цель, высокую цель. Бесцельный брак распадается. Бесцельно там, где ценности, материальные деньги, переходящие ценности. То есть нужно установить настоящие ценности. То есть когда мы уже можем решать конфликты, мы уже обладаем этой силой интеллекта думать о более высоких ценностях. Туда-то нужно идти. Вот в чём смысл-то брака. Ну вот вы сейчас говорите всё-таки о, знаете, именно пласти осознанных людей, высокоинтеллектуальных людей. Но, к счастью или к сожалению, не все такие. И по факту, когда мы ссоримся, мы сначала говорим, ах ты, вот ты плохой, вот из-за тебя. То есть это начинается с претензий. Это, конечно, здорово. Смотреть туда и смотреть на цель. И, ну, наверное, правило номер три, тогда всегда во время конфликта вспоминать цель вашей семьи. Так? Поэтому я и сказал, что двое не смогут решить эту проблему. Они не смогут выслушать. Им трудно слушать. Упрёки в своём адресе. Они не могут до конца это выдержать. Очень больно. Да? То есть слова имеют огромную силу, оказывается. Они могут так ранить вообще. Мы не можем. Нас просто крутят, понимаете? Мы не можем молчать. Мы перебиваем ноги. Кричать начинаем. Траться начинаем. Слова такую силу имеют. Поэтому, чтобы выслушать, нужен третий. Присутствие третьего нужно сначала. Если мы не умеем слушать, нужно присутствие третьего, кого мы уважаем и который контролирует наши чувства с своим присутствием. Наш авторитет какой-то общий. То есть раньше были такие наставники. Были старшие аксакалы, там не знаю, как это называлось, да, в разных народах, по-разному. Но были такие старшие наставники, которых уважало все общество. В их присутствии мы не могли говорить глупостей или просто свое эго отстаивать, скажем. Нам была совесть, наша была как бы совесть сидела перед нами, понимаете? То есть духовный наставник должен быть в семье. Иначе как можно строить семью? Ну, я сомневаюсь, что сейчас в семьях есть духовные наставники. Может быть, пять процентов из ста. Я сомневаюсь, что... Потому разводят. Нет другого решения. Но врач нужен, если мы болеем, нужен врач. Ну, это психотерапевт в современном мире. Да. Если врача нет, мы же не в здоровье. Ну, да. Но он нужен все равно. Нужен наставник. Они есть наставники. Просто нужно, ну, посмотреть, открыть глаза. Не обязательно какой-то там мула или священник. Это может быть какой-то мудрый, добрый человек, который прожил жизнь, да, с мудростью, с добротой, относится к нам. Кого мы также можем уважать? С этого можно начать. Есть же добрые люди. У меня в жизни были такие примеры. Еще с детства я помню очень сильные примеры доброты. Вот вы сейчас просто рассказываете, я даже не представляю. Вот мы ссоримся с мужем, и я кого здесь домой привожу? Маму моего мужа? Ну, нет. У нас в семье это не сработает. Я уверена. Пристрастно. Духовный наставник. Где взять духовного наставника? Сначала это может быть священное писание, на которое вы опираетесь оба. Но на что-то вы должны оба опираться, на какие-то ценности, да? Что должно соединять духовное. Если такого нет, единения, то он не на что. Ну, я не знаю решения. Тогда каждый будет прав по-своему, так и останется все. Должен быть кто-то. То есть без Бога брак не считается браком. Не считается браком. Не освящен. Каждый будет оставить свою ложную эгость. И дети будут делать то же самое. Смотрите, какой порядок у древних был. Сейчас, правильно говорите, сейчас трудно найти как бы вот поддержку из этого где мы живем. Но нет, да, ресурсов. Мало ресурсов. Но давайте вспомним, как было. Может быть, это нам поможет тоже такие примеры. Муж думает о себе, что он слуга Бога. А жена служит мужу. В этом порядке дети присоединяются к иерархии и слушают всех. Есть авторитет Всевышний, да? Если этого нет, просто есть мужчина, женщина, муж и жена, у мужа свое мнение, у жены свое мнение. У детей будет свое мнение. Это тоже преемственность. Вот так и происходит. Брак означает освященные отношения. Мужчина и женщина это не одно и то же, что муж и жена. Муж и жена это положение уже духовное. А мужчина и женщина пол. Что есть у животных? И как животные грызутся, так и эти две природы тоже не находят общий язык, потому что у них разный психотип. Женщина и мужчина. Они разные. Это мужчина с Марса, женщина с Венеры, говорится. Они по-разному устроены у них. Тонкое тело разное, грубое тело разное. Женщина рожает ребенка, она мать, она по-другому все чувствует. Она в девять раз чувствительнее мужчины вообще в жизни, она эмоциональна. Мужчины не понимают ее. Часто думают, что ты тут вообще мне нервы трепешь вообще. Для него это нервотрепка общаться на эмоциональном уровне. Он более грубый, более устойчивый, он защищен от этих вещей, у него к цели нужно идти, он рыцарь в доспехах, она должна быть замужем, защищена его как бы силой мужской. И он ведущий, но она вдохновляющая сила. Они нужны друг другу, чтобы цели достичь. Что вдохновляющая сила мира, это женщина. По природе вещей. И внутренне, и внешне. Она и внешне привлекательна, и внутренне тоньше устроена. И чтобы мужчина достиг высокой цели, нужна женщина, хорошая жена. И как говорят народе, от хорошей бабы мужик не уходит. Если это настоящая жена, настоящая ценность, не может быть развода, в принципе. Не может быть развода. То есть вы считаете, что все-таки женщина должна быть хорошей, и если она плохая, то семья, она, ну, может... Хороший. Должен быть и мужчина тоже. Как же только женщина? Нет, нет, ни в коем случае нельзя так разделять. Нет, они оба нужны друг другу, чтобы достичь цели. Поэтому брак освещается. А вот все-таки как служить или научиться служить друг другу? Муж служит жене, жена служит мужу. Вот здесь вот не быть в жертвенности, не быть, как сейчас мы говорим, в минусе, а вот именно служить от изобилия. Как этому научиться? Так, Марина, ваш выход. Я слышу вашу беседу. Если позволите, немножко так вот как бы нить свяжу из того, что мы говорили. Первое, мы говорили о том, как родители, отношения родителей влияют на ребёнка. И несомненно, что все родители, они хотят, чтобы дети их были послушны. И здесь мы столкнулись с тем, что муж и жена, когда они слушают друг друга, ребёнок тоже становится непослушным, потому что у него нет примера послушания. Я вспомнила, пока вы говорили, вспомнила, у меня мама с папой, они закрывались, когда у них был какой-то конфликт, они закрывались в комнате. И я знала, что у них там идёт разговор. И я только слышала такое, сначала мама что-то говорила, говорила, и я слушала мелодию речи. Я как ребёнок возле двери стояла и слушала эту мелодию. И сначала это на какой-то повышенной ноте, потом я слышу, вроде нота опускается, и у меня такое, фу, потом папа начинает говорить. Я теперь опять слушаю эту мелодию. Потом они открывают дверь, и я вот так вот стою, и вот я на всю жизнь запомнила, да, я смотрю, они любят друг друга, они услышали друг друга. То есть вот вы когда говорите, третий, третий всегда есть, это вот ребёнок, он всегда это слушает, смотрит, и он учится. И вот когда я вижу, что родители улыбаются, мне что-то говорят, когда они просто каждый в свою комнату уходят, это очень болезненно для ребёнка. Поэтому мы всегда должны понимать, что каждый из нас сделает усилия над собой, потому что в конце концов есть ещё те, кто от нас зависит, тотально зависит. и поэтому наша просто большая необходимость учиться и слушать, и учиться решать конфликты. И я очень понимаю ваш вопрос, что современные люди, это их большая ценность независимость на самом деле, большая ценность быть свободным, большая ценность, что я сама состоялась, и вот ты состоялся, и теперь мы два состоявшихся, у нас свои границы есть и так далее, и мы разумные, мы не какие-то там, у нас образование есть, у нас есть, я умею деньги зарабатывать, ты умеешь деньги зарабатывать, у меня есть независимый разум у тебя. И вот с одной стороны это на самом деле, с одной стороны это шаг вперёд, что если были просто забитые и вот ну как бы такой зависимый, да, это какой подростковый период такой независимости. И вот теперь следующий шаг это научиться быть взаимозависимыми, это уже следующий шаг к зрелости. И вот когда, Александр Геннадьевич, вы говорите о духовных наставниках, да, то на самом деле у современной молодёжи опыта этого нет, потому что родители действительно их лучше вообще не информировать, потому что потом дороже станет, они будут нервничать, без конца звонить, советы давать, и у тебя и так уже настроение очень, тут ещё родители вмешиваются, поэтому обычно их так отделяют, им говорят либо хорошее, либо ничего. к священнослужителям пойти, пожертвования, покаяться или ещё что-то, какие-то ритуалы совершают, а вот таких сокровенных бесед практически опыта нет. И из-за того, что опыта нет, то это как-то странно даже. Одно время было очень странно, что у нас появились психотерапевты. Я помню ещё то время, когда говорили, я не псих, чтобы ходить к психологу. Сейчас наоборот, какая-то психологизация всеобщая, которая как раз таки говорит, вот у нас свои границы, ну, конечно, у тебя там свой сценарий детский запустился, не надо впадать в треугольник жертва-спасатель-агрессор, то есть мы все уже грамотные, мы психологическим языком разговариваем друг с другом. И фактически человек становится каким-то одиноким глубоко внутри, снаружи очень таким, ну, как бы в теме, что называется, да, и здесь теме, и там я могу любую тему а вот внутри как будто бы нет глубоких таких доверительных отношений. И поэтому то, что вы говорите, вот священное писание, а это тоже очень часто бывает, ну, просто как книга, которую толком не умею читать, ну, она мне никак не полезна. где этих мудрецов брать, где этих мудрецов брать, к сожалению, старшее поколение очень часто они, ну, как бы не проявляют мудрость, а проявляют очень сильную пристрастность. И вот поэтому как же так, при том, что сейчас особого доверия нет, как это вообще, вот сам разговор о наставничестве, он может показаться странным и каким-то надуманным, что ли. Вот. Как же это получить, этот опыт от молодых? Только через образование на это идет время. Мгновенного решения я не вижу по той причине, что просто люди не доверяют пока это вне их опыта, и они не знают, насколько это важно, насколько это нужно. Могут даже удивиться, зачем это вообще нужно, что вы предлагаете. Зачем мне сказать какого-то еще человека вообще, кто будет вмешиваться в мою жизнь? Я сам решу. Я сам решу. Я мужчина, допустим, я сам все решу. Возможно, это вот так настроено, но тогда решения нет. Это интересный момент. Когда мы говорим, вам нужен духовный наставник, люди будут против. Мы этого не должны говорить никому. Мы должны стать духовными наставниками, стать учителями, завоевать авторитет, сердце завоевать людей. Без всякой вывески. Без вывески. Я духовный наставник, приходи ко мне. Это делается естественно. Все равно вы кого-то ищите, кому вы можете открыть свое сердце, когда есть проблемы, верно же? Вы же ищите такого человека. Он нужен, этот человек. Там служба доверия, помните, там по телефону звонят. Там неизвестный человек, психолог, вы его не знаете, он вас не знает. Но он может вас выслушать, и даже этим люди пользуются. Даже это как-то, как-то их поддерживает, понимаете? Я помню, как моя тетя попала в сложную ситуацию, в браке развод был. Очень болезненный, как она страдала. Никогда замуж вышла, не вышла после этого. Трама на всю жизнь осталась. И она говорила, с кем-то, помню, с каким-то мужчиной, рассказывала свою жизнь, и он слушал просто, ее так за столом сидел. Наверное, целый час, если не больше. Она говорила и плакала. Где-то, просто вот случайно, за столе праздник был какой-то, они там познакомились, разговаривались, у нас дома. И она говорит, а перед вами, как перед Богом, говорит, все высказала. То есть ей нужно было. И если бы не этот человек, я бы не узнал, что у него на сердце было бы. Никогда бы никто бы не узнал. Ни родственники ее, ни мы, племянники, бы не узнали даже об этом. Ну да, порой нам всегда, конечно, удобнее и проще сказать все чужому человеку, нежели близкому. Мы сейчас не любим грузить, у нас есть личные границы, не любим рассказывать наши проблемы. В самом начале мы говорили о том, как же взаимоотношения внутри семьи влиять на наших детей. Вот как правильно быть этой целостной, хорошей, правильной моделью для наших детей. Мы сейчас говорим, у нас такая сейчас философия, что мы не учим наших детей, мы должны быть правильной моделью. Сейчас все об этом говорят. Так вот, откуда, откуда черпать эту модель? Как стать этой моделью? Ну, обычная модель сегодняшняя такова, что родители учат детей. Так, такая модель. Значит, дети это ученики должны быть послушными, а дети учителя, они говорят, что делать, и строго спрашивают. Это неполноценная модель, поэтому она не выживает, как бы, во времени. Ребенок вырастает и отвергает постепенно авторитет. Родители хотят, быть, сам решать свои проблемы. Почему? Потому что есть еще одна роль у всех. У каждого есть две роли, на самом деле, и у детей, и у родителей две равноценные роли. Учитель и ученик одновременно, родители тоже. Он также учится на глазах у детей, исправляет ошибки, совершает ошибки, просит прощения и прочее. Вот этот пример и есть настоящий пример жизни, не искусственный. А быть постоянно только учителем, это искусственный пример. Поэтому ребенок говорит, я тоже, теперь я вырос, я теперь сам себе учитель. Я больше не ученик никогда не буду, а мы вечные ученики и вечные учителя. И ребенок многому нас может научить. Мы же знаем, это тоже, как дети с вечистотой, невинностью нас очень сильно учат тоже в жизни. Поэтому нужно освоить две эти роли. Родители должны гордиться своим положением, должны также смиренно понимать, что они тоже учатся. И дети полноценной личности, также для нас они учителя, не знают об этом, но это так. И ученики. Вот такая взаимность. По мере того, как дети вырастают, мы должны сближаться. Вот эта грань как бы повелителя должна превращаться в дружбу, любовь. При старшинстве и младшинстве еще существует вот это сближение духовное, что даже дети могут давать советы родителям и заботиться о них, как будто они родители, а не дети уже в старости. Видите? Мы эту роль отводим. Оставаясь с родителями и с детьми, мы еще осваиваем такие высокие роли поднащенные на любовь. Так растет любовь. Так растет любовь, развивается, обогащается любовь. Вот как не поменяться тогда ролями? Потому что многие в будущем начинают меняться ролями, и мама становится дочерьми, дочеря становится мамами зачастую. Да, для этого просто нужно тоже знание. На каждом периоде жизни мы должны помнить, как это происходит. Одна женщина подошла как-то ко мне и говорит, что делать с сыном. 15 лет, он огрызается, не слушает, и сложный период, сложный, трудный возраст. Я говорю, а что он хочет? Она говорит, не знаю. Так спросите его, поговорите с ним. Она говорит, я его спрашивать? Она об этом даже не думала. Говорю, ну мы уже 15 лет, познакомьтесь с ним. Спросите его, что он хочет, что ему не нравится. Уже пришло время как бы выслушать его тоже, принять его как личность полноценную. То есть приходит время дружеских отношений, до 5 лет как царь, после 5 до 12 как раб, с 12 лет дружеские отношения начинают перемешиваться. Это нужно тоже знать как бы человеку. Какие периоды воспитания существуют, периоды жизни, как открываются природные качества со временем. Каждый год какое-то качество открывается в человеке. с первого года до 49 лет он в развитии находится. А после 49 лет он еще восполняет ошибки, которые совершил в тот период. Времени еще может исправить ошибки. И так он достигает совершенства человека внутреннего. каждый год что-то новое в человеке открывается. Это нужно замечать. Не каждый день? Каждый год? Ну, каждый день, да, тоже что-то происходит. Но если так сказать по годам, то каждый год что-то существенное. Например, один год ребенку он выживает просто. Он просто кричит и нужно знать, что он хочет и выполнять его желание. Все. Беусловное правило. Он криком показывает, не может объяснить. Он страх испытывает от голода, от неудобства. Начинает кричать страх выживания. Второй год. Пробуждаются чувства. Открывается следующая чакра. Если йогой занимается, человек он знает. Он начинает капризничать, выбирать, что хочет, что не хочет. Уже проявляется в нем. Вот такая сторона. Он уже оценивает вас сам. Третий год. Начинает изучать мир. Ломать предметы. Все правильно. Так должно быть. Четвертый год. Ищет гармоничных отношений. Радость. Юмор уже появляется. Игра какая-то. Пять лет. Пробуждается философ. Ему нужно знать, кто он, откуда. Откуда он вообще появился. Начинает такие вопросы задавать. Прошлую жизнь может вспомнить ребенок в пять лет. Представьте себе. Он эзотерик по природе. Пять лет. Шесть лет. Он уже может применять мудрые решения какие-то в своей жизни. Семь лет. Пробуждается вера в сверхъестественное. Смотрите. Семь есть этапов. Нужно каждый этап поддержать. Никакой не закрывать этап. Ни духовный. Никакие другие центры. Все деловые центры, гармоничные центры, философские центры. Должны быть развиты полноценно в человеке. Вы должны знать, что каждый год это новое открытие в человеке, развивающемся. и дальше идет до 49 лет. Представьте себе. Кундалини называется. Вот идет процесс. Просто тоже нужно знать, как-то понимать. Читать об этом, изучать. Это тоже можно. Я думаю, знаете, как мы раньше были, вот семьи были более крепкие, да, это как было такое неосознанная, неосознанная компетентность была. То есть терпение было, смирение было, почтение выражали. Потом пришло время, когда знания хлынули, психологии, все-все-все. И мы решили, что это атовизмы, что это все бессознательные вещи. Мы теперь начали понимать, вот у меня в детстве было то-то, вот я еще вот тут, вот у меня обиды были, вот у меня еще вот так, вот у меня насильно ко мне обращались. Я начал вдруг осознавать это, и у меня появилось даже такое вот негодование, где-то даже бунт. И я начал переосмысливать себя и так далее. И вот психология, она набрала такую мощную, расставляли свой рот, завершали какие-то гештальты, там, я не знаю, какие-то рефреминги. Ну, то есть коучинги, столько-столько много всего. А сейчас, похоже, для человечества пришло время мудрости. То есть это просто созревание, то есть в конце концов все равно удовлетворение это не приносит. Человек может обойти всех психологов мира, и сам огромное количество людей сейчас тоже стали психологами. Но вот сказать, чтобы это пришло, принесло какое-то глубочайшее удовлетворение, такого не происходит. И, похоже, пришло время следующее, какой-то шаг в знание сделать, и какие-то такие глубокие истины познавать, более глубокие пласты себя, потому что ум я хорошо уже изучил. Я уже знаю, что это матрица, что там есть какие-то поведенческие стереотипы и так далее. Достаточно хорошо изучил. Разум постольку-поскольку. И тут ещё искусственный интеллект. И человек начинает понимать, что в конце концов я даже не могу соревноваться с этим искусственным интеллектом, потому что он может много что делать, но как будто бы какую-то глубинную-глубинную часть себя я ещё не раскрыл. Вот когда говорят, найди счастье, умиротворение внутри себя, я это найти не могу. Снаружи я могу здесь отплакать, тут простить, тут ещё что-то. Разные техники предлагают психологи. Но вот эта глубинная часть ещё не раскрыта. И поэтому взрослые сейчас находятся сами в таком состоянии. И ребёнка, так как ещё сам себя глубоко не понимаю, я тоже начинаю водить по разным кружкам, по разным развивающим технологиям. Как будто накачиваю, накачиваю ему такой, знаете, интеллект левополушарный, а как будто вот сердце глубоко, глубоко вот так струны души не касаюсь как будто бы. Вот такое вот чувство. Не кажется вам, что это следующий этап у человечества начинает? Да, кажется. И ещё вы, Марина Замшерифовна, вы сказали такую хорошую вещь чуть ранее, о том, что мы пытаемся сейчас учитывать границы всех и так далее, но при этом мы становимся одинокими. Это вот, мне кажется, реалия сегодняшних дней. И вот в этом одиночестве как раз таки, мне кажется, мы соприкасаемся и сталкиваемся с самим собой. И, наверное, вот этот следующий этап, как научить детей этому? А этому сначала надо самим научиться, как можем научить тому, что мы не умеем. Даже если мы теоретики. Только счастливый человек может научить частью другого, только умиротворённый человек может поделиться этим умиротворением. Поэтому сейчас период, вот не зря форум, да, мы организовали, вот для таких бесед, для того, чтобы мы могли глубоко, искренне, разговаривать о таких вещах, не переспоривать друг друга, не проталкивать какие-то новые теории и так далее, а вот действительно глубоко поразмышлять. И вот просто даже не обязательно, что мы сегодня получим ответы на все вопросы, но мы глубоко задумаемся о чём-то. И вот эта встреча с самим собой, она очень бесконечно вообще важная на самом деле. И снаружи мы научились пластик смайл, мы научились селфи, такие-таки, в общем, и вот шоу такое создать, но всё это уже умеем, и все. И мы знаем, что вот мы смотрим чей-то инстаграм, ну, мы знаем, как это всё делается, боже мой, мы всё это знаем. Но вот и каждый из нас знает, а вот там, в глубине, как? И вот я думаю, это как будто бы мы подошли вот к тому, чтобы сделать следующий шаг. как вы думаете о себе? В этот момент вы очень как бы точно вот сказали, у меня сейчас запал это мой ум, что сейчас как бы человек остаётся наедине с самим собой, вот так вот, с этими уже знаниями, опытом, не находит как бы отлика и погружается в себя, больше в себя разобраться хочет. И с этой точки зрения, то есть есть шанс, есть шанс познать себя, да, глубже узнать себя. И вот эта вот некая такая задумчивость над жизнью, над своей жизнью, над собой, она представляет почву, она не решает ничего пока ещё, она уже почва, благоприятная почва для того, чтобы принять что-то, услышать что-то, да, просто то, что раньше не замечал, вдруг я услышал, потому что я задумался об этом, да, и на этой почве уже будут прорастать семена горошей. То есть это уже очень благоприятный фактор. Вот это меня вдохновило, ты, что вы сказали. Вот эта задумчивость, она поможет человеку. Ну, раз мы уже заговорили о форуме, я хочу напомнить, что форум будет 9 мая, форум называется «Шанарак», форум для родителей. Какие там темы будут, о чём там мы поговорим? Это большой семейный форум, потому что мы будем рассматривать с разных сторон семью. Это взаимоотношения мужчины и женщины, это как уметь ладить, как уметь проходить конфликты и какие-то кризисные ситуации. Это как обновлять отношения, потому что порой даже и кризиса вроде нет, а как будто настолько приелись друг к другу. Вот как вносить вот это вдохновение в семью. Это и воспитание детей, подростковый период, когда есть бунтарство. Как мы можем, как семья, помогать друг другу? Как древние писания говорят, для воспитания одного ребёнка нужна целая деревня. И вот мы собираемся, такой, знаете, большой деревней, для того, чтобы поговорить откровенно на такие темы. Например, о том, как женщина, как ей сочетать роль и мамы, и жены, и вместе с этим у неё есть избыток разума, она хочет ещё в этом мире как-то состояться. О том, как мужчине действительно по-настоящему воспитывать детей, потому что многие мужчины даже не знают к этой теме и даже как-то избегают её. Ну, просто классно в воскресенье как-то погуляют, там, в парк свожу и так далее. Но интересно, что с возрастом я как будто детей своих перестаю понимать. Вот так вот как вот этого избежать. И много-много других вопросов мы приглашаем разных людей, ещё и будет свободный микрофон. То есть, потому что ну, кого-то мы знаем, но есть ещё мудрость народа, которого мы ещё не знаем. И вот очень хочется, чтобы такой форум он запустил в Алма-Ате конкретно что-то такое вот эту вот эту вот мы будем рыхлить почву и сажать семена. И я очень верю, что эти семена попадут на благодатную почву, потому что в конце концов глубоко в сердце все мы хотим любить и быть любимыми. Вот абсолютно все. И ну, вот если смотреть в человека глубоко в его совершенство, почему человек не согласен, когда его критикуют, ругают? потому что в глубине души мы все хорошие. Вот в глубине души. Вот поэтому если мы будем туда смотреть и разговаривать вот с этой частью личности, то я думаю, что у меня есть большая надежда, что на форуме вот такие беседы и кулуарные разговоры в перерывах друг с другом, они что-то родят в нас, что-то очень ценное, важное, которое поможет всем всеми. Расскажите, пожалуйста, где будет форум? Форум будет проходить в Каспийском университете Абая Ленина. И он будет проходить фактически с раннего утра, где будут и консультанты, вы можете подходить и там поедеть, и все прям там на форуме. Просто пообщаться с людьми. Это будут наши команды, наши единомышленники, это будут наши учителя. И вот с утра до вечера будут три большие такие вот встречи с учителями. И потом в режиме ТЭД по 15 минут будет замечательная возможность услышать такие самые яркие моменты из реализованных или из реализованной жизни людей, которые справились со своими сложностями. например, приезжает Катя Кузьмина. Как-то весь мир, ну не весь мир, конечно, я назыгнула, но вся Россия точно наблюдала за ними, как они разводились. Это был очень сложный момент. И мы все знаем, что он пел ей сказка в моей жизни. И вот она приедет, и она она сейчас куратор у нас в школе про фэмили. Она специально проведет и я говорю, расскажи, а как это быть по ту сторону сказки? Вот когда, знаете, сказка бывает, порой ведет ой, какими такими тропами. И вот, знаете, каждый человек он приедет туда для того, чтобы поделиться такими сокровенными вещами, не просто какой-то доклад прочитать. И вот такой живой форум, я думаю, он обогатит всех нас. Вот это то, что я чувствую. Да, спасибо большое. Я думаю, зрители все знают, что у нас есть фонд, Фонд по укреплению семи и семейных ценностей, и, конечно, мы тоже проводим данные форумы, такие форумы, поэтому мы с удовольствием поддержим вас. И сегодня приглашаем всех наших зрителей на форум Шанарах, форум для родителей, и сегодня также мы разыграем семь билетов на данный форум. А правила очень просты, нужно быть подписанным на наш канал и написать, почему именно вы хотите прийти на данный форум. И ваша команда выберет, да, сами выберут наших победителей. А это семь билетов. Спасибо вам большое за сегодняшнее время, за глубокий разговор. Я бы хотела попросить у вас пожелания для наших подписчиков, для наших слушателей, зрителей. С удовольствием, да. У меня будет пожелание в форме эксперимента. Если кому-то из вас сейчас очень трудно в жизни, в семейной жизни, с детьми, вот, есть какие-то кризисы, переживаете, серьезные, то вот я предлагаю в качестве эксперимента попробовать вместе читать, обсуждать какое-то священное писание, тексты. Неважно, понимаете вы, не понимаете, просто ради эксперимента сядьте вместе, да, и вот прочитайте что-то из священного писания, которое вам близко, или хотите просто узнать, что там написано, да, и несколько дней пообсуждайте эти темы, и мы увидим, что из этого получится. Спасибо, Александр Генневич. Марина Дамшерифовна. Я подумала о том, что порой люди, они теряют всякую надежду и доверие, и таким людям сложно на что-то решиться, потому что такое чувство, как будто отрицает что-то. Не поленитесь, напишите. Даже то, что вы напишите, это уже будет ваш шаг вперед, и вполне вероятно, что вы будете той, кто выиграет вот эти билеты. И у меня даже чувство, что если их будет больше таких людей, мы точно найдём возможность, чтобы вы тоже попали к нам на форум, потому что я уверена, что люди сообща, они могут решить гораздо больше, чем в одиночку. Не оставайтесь в одиночестве, не замыкайтесь. Ну просто очень хочется сделать шаг вам навстречу и очень хочется протянуть руку помощи. Спасибо вам огромное. Я думаю, у нас будет очень много желающих, будет очень много комментариев. Спасибо огромное за глубокую духовную беседу. Я думаю, каждый возьмёт для себя самое нужное. Всегда пишут, я столько получила инсайта. Это как настольная книга, вот выпуск с вами. Поэтому я думаю, что сегодняшний выпуск должен быть очень полезным для наших зрителей. Спасибо вам огромное. Спасибо нашим друзьям. Не забудьте подписаться на нас и участвовать в нашем конкурсе. Спасибо огромное. Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok